Китайский Новый Год в Казанском Федеральном Университете. Не можешь включить автозапуск? Мы знаем, что делать! Всем привет! В эфире Универ Ньюс, а в студии Маргарита Михайлова. В Москве завершилась национальная телевизионная премия в сфере хореографических искусств «Щелкунчик». В числе победителей – танцевальный коллектив Казанского Федерального Университета «Ювилдэнс». В этом году участниками трехдневного телевизионного конкурса стали более 5000 юных танцоров из 300 ведущих танцевальных коллективов России и Беларуси. По итогам соревнования студенческий коллектив Казанского Университета был признан обладателем Гран-при в номинации «Эстрадный танец». Как прошло мероприятие в честь Китайского Нового Года в стенах Казанского Федерального Университета, расскажет Амир Ахтямов. Казанский Федеральный Университет совместно с Генеральным консульством Китайской Народной Республики в Казани перед Китайским Новым Годом организовал праздничный вечер для студентов из КНР. Представители Китая продемонстрировали традиционные обычаи и показали, как встречают праздник весны. Через несколько дней мы будем встречать самый важный традиционный праздник Китая – Китайский Новый Год по лунному календарю. По случаю праздника весны от имени всех моих коллег Генерального консульства Канар в Казани поздравляю вас с Новым Годом. Выражаю свои самые искренние поздравления всем свидетельствам на территории консульского округа и сердечную благодарность друзьям из всех кругов общества, которые заботятся и поддерживают развитие китайско-российских отношений. В программу мероприятия входили различные мастер-классы и концерт. Также вниманию публики были представлены стенды, связанные с китайской культурой. Студенты провели мастер-классы по каллиграфии. Гостям могли научиться составлять новогодние пожелания, достатка и благополучия, которые традиционно пишут в Китае на красной рисовой бумаге перед празднованием Нового Года. Очень большую роль и большое значение в этой среде имеют, конечно, китайские студенты, которые учатся в нашем университете. У нас в настоящее время обучается более 1600 китайских студентов КФУ, и это самая большая численность за всю историю Казанского федерального университета. Руководство КФУ подчеркнуло, что Татарстан является мультикультурной республикой, и по случаю празднования Китайского Нового Года собралось большое количество студентов. По словам руководства, не у всех есть возможность вернуться на родину и встретить праздник вместе с близкими. Амира Ахтемов, Александр Кузнецов, Универньюс. Российским автомобилистам начали отключать мобильные приложения для дистанционного управления авто. Чем это чревато, расскажем в следующем сюжете. Мобильные приложения для дистанционного взаимодействия с автомобилем в зимний сезон как никогда востребованы среди российских водителей. Как правило, зарубежные производители предоставляют доступ к нему при покупке авто. Некоторые бренды включают дистанционный доступ в список платных услуг. Есть управление напрямую со смартфона на автомобиль. Когда смартфон подключается по блютуз к автомобилю, в основном идет управление медиасистемами автомобиля и контроль за показателями автомобиля без какого-то прямого управления, без какого-то прямого воздействия. А второе как раз то, о чем вы говорите, в мобилях сейчас тоже есть модули соединения с интернетом во многих современных и управление идет по закрытым протоколам конкретных производителей. Стандартный набор функций приложения входит контроль технического состояния авто, дистанционный запуск двигателя и блокировка дверей. Если блок работает напрямую по каналам радиосвязи, то здесь все, соответственно, через сеть интернет идет. Накануне обладатели автомобилей Шкоды, Ниссан, Инфинити, Порш, Ландровер и Ягуар столкнулись со сбоями в работе сервисов. Зарубежные производители заблокировали доступ для российских пользователей. При этом каких-либо проблем у водителей тех же китайских иномарок не наблюдается. Автомобилисты довольны не только функционалом, но и наполнением приложения. Нет времени, допустим, посмотреть какие-то там моменты в книжке, то в этом приложении они все описаны, все есть. То есть можно зайти и посмотреть, в принципе, все необходимую информацию, грубо говоря, можно взять непосредственно там. Но как бы автомобилисты не расстраивались, альтернатива все же есть. В настоящее время активно развиваются компании, занимающиеся разработкой сигнализации для авто. Бонусом клиенты компании могут через приложение настраивать автозапуск двигателя. Похоже, что автолюбителям придется решать, прибегать ли к дополнительным тратам или по старинке прогревать автомобиль самостоятельно. Маргарита Михайлова, Универньюз. Космос – это бескрайнее пространство, в котором ежесекундно протекают различные процессы и явления. О самом сильном взрыве во Вселенной смотрите далее. Звездное небо всегда притягивало к себе людей. По сей день за ним ведется пристальное наблюдение по всему миру. Астрофизикам удается зафиксировать даже самые редкие явления. Одно из них – это гамма-всплески. Впервые они были обнаружены 9 октября прошлого года. Тогда ученые предположили, что это краткая вспышка рентгеновских лучей от не слишком отдаленного источника. Только путем дальнейшего анализа астрономы обнаружили истинную природу свечения. Это взрыв при определенном этапе эволюции звезды. Разумеется, при этом взрыве разлетается оболочка в разные стороны, выделяется большое количество гамма-излучения. И вот наблюдать, допустим, такие вспышки мы можем и сейчас в виде туманностей. Туманности как раз произошли из-за того, что звезда сбросила свою верхнюю оболочку, и эта оболочка распространяется в космическом пространстве. Согласно современным представлениям, гамма-всплески происходят при взрывах массивных сверхновых звезд, исчезающих в черную дыру. При этом из окрестностей черной дыры в разные стороны вырывается мощный поток заряженных частиц, которые, взаимодействуя с магнитными полями и космическими излучениями, производят гамма-лучи. В основном все эти сверхновые звезды находятся на достаточно большом расстоянии от нашего Солнца, поэтому особой опасности для землян не представляет. Но если действительно это было бы в окрестностях, ну недалеко, скажем так, от нашей планеты, то просто-напросто мы даже ничего бы не заметили. Теперь гамма-всплеск подошел к Земле, и живые существа исчезли бы с Земли в течение двух минут. Астрономы разработали специальные телескопы, которые наблюдают не космические гамма-лучи непосредственно, а скорее их влияние на атмосферу Земли. Слабое голубое свечение, называемое черенковским светом, которое космические гамма-лучи индуцирует в атмосфере. В Казанском федеральном университете есть уникальный широкоугольный оптический мониторинговый комплекс небесной сферы мини-мегатортора. Он является единственным в мире и предназначен для наблюдения быстротекущих процессов на небесной сфере в автоматическом режиме. Были проведены уникальные наблюдения, потому что, когда взрывается сверхновая звезда, то мы фиксируем это уже на Земле, когда находится данный процесс на своей, скажем так, максимальной яркости. Так вот, мегатортора позволило построить график не с этой точки уже взрыва, а с начала процесса. То есть полностью был зафиксирован момент начала взрыва сверхновой, максимальная стадия и потом процесс затухания взрыва данной звезды. По словам астрофизиков, гамма-всплеск, который носит название GRB-22-1009A, является одним из самых ярких явлений, которые когда-либо были. Обуславливается это тем, что он расположен очень близко к Земле. Предугадать колоссальную вспышку чрезвычайно мощного излучения, к сожалению, невозможно, поэтому ученые наблюдают за небосводом в режиме реального времени. Алина Красильникова, Универньюз. В Елабужском институте Казанского федерального университета состоялась конференция, посвященная памяти академика Камиля Валиева. Подробности далее. В Елабужском институте Казанского федерального университета состоялась третья международная научно-практическая конференция лучшей практики общего и дополнительного образования по естественно-научным и техническим дисциплинам. С приветственным словом выступила директор института Елена Мерзон. Именно Казанский университет сегодня является базовой организацией по подготовке кадров практически для всех отраслей народного хозяйства, социальной сферы, республики, в том числе образования. Поэтому, конечно же, подобного рода встречи и обмен опытом очень важны, потому что направлены на воспитание и развитие наших детей, на определение основных методов и содержания работы с нашими детьми. Научный форум организаторы посвятили памяти выпускника Казанского университета академика Камиля Валиева. По сложившейся традиции площадкой для церемонии открытия и пленарного заседания стал Дом научной коллаборации. С 1 сентября 2020 года он носит имя академика. Интересные такие направления выделены. Очень много для себя нового узнала о Камиле Валиеве. Валиеве. В общем-то, очень такой замечательный человек. Я, в общем, восхищена тем, что он сделал для российской науки, для образования. Поэтому я думаю, что нашим физикам это тоже будет очень полезно и интересно. Во второй половине дня состоялась секционная часть конференции. Доклады участников были представлены в рамках нескольких тематических направлений. Среди них использование стим-технологий в образовании, развитие методик сквозного обучения, исследовательская и творческая деятельность школьников, а также разработка новых образовательных технологий в системе общего и дополнительного образования. Конференция прошла в смешанном формате. Часть выступающих представила свои доклады онлайн. Участники из разных уголков России, а также Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Узбекистана обменялись опытом. Впереди, мне кажется, у нас очень много интересных проектов, как в области образовательной деятельности, так и воспитательной работы со студентами, и, конечно же, научно-исследовательской. За то, чтобы наше сотрудничество было наполнено личностным смыслом. Я за контакты с конкретными людьми, с конкретными идеями. Ну и чтобы это все приносило такие дивиденды, в первую очередь, системе образования, в хорошем смысле этого слова, улучшая ее качество, делая ее более мобильной. Также в рамках научно-практической конференции состоялось трехстороннее совещание представителей Елабужского института КФУ, Глазовского государственного педагогического института и Белорусского государственного педагогического университета. Темой встречи стала разработка траектории сотрудничества между вузами в различных сферах. На этом все. В студии была Маргарита Михайлова. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok